Итак, дорогие друзья, представляем вашему вниманию короткий обзор 8-го предпоследнего тура Мемориала Талиева. Определённые надежды были связаны с партией Анна Накамура. Белым цветом играл чемпион мира. Дебют разыграл достаточно агрессивный, староиндийскую защиту. Впрочем, Анна Камура не уклонялся от борьбы и казалось, что вот эта партия весьма вероятно будет результативной. Увы, ожидания не оправдались. Очень интересное российское дерби. Крамник Карякин, чёрными пришлось играть Карякину. С экс-чемпионом мира это всегда очень непростое испытание, которое Сергей, забегая вперёд, можно сказать, с честью выдержал. Очень важная партия двух очень интересных и талантливых шахматистов, Ароняна и Свидлера, оказалась ключевой в этом туре. Пётр играл чёрными, и задачи перед ним, всю партию, стояли очень и очень непростые. Так же, впрочем, как и перед Борисом Гельфандом, который чёрными играл с Василием Иванчуком. Василий Иванчук надолго задумывался в дебюте, так же, как и его соперник. И победа Иванчука была для него очень важна, потому что он выходил в лидеры. Так же, как и Магнус Карлсон. Если бы он белыми обыграл Яна Непомнящего, то выходил на первую строчку турнирной таблицы. Впрочем, Ян оказался абсолютно на таком же положении. Оба они лидируют, и победа Яна была не менее важна. Анат Накамура, по традиции, завершилась в партии чемпионов мира в ничью. К сожалению, это был один из самых слабых ходов от его. И после того, как это уже произошло, он был вынужден, как говорится, идти на ничью. Но в любом случае, он доволен, потому что Виша считает, что он сыграл интересную партию. В партии Карлсон Непомнящий также завершилась ничью, несмотря на то, что проблемы перед игравшими Черным Яном стояли достаточно серьезные. В какой-то момент казалось, что он попал под тяжелый патитуционный зажим, но где-то перетончил Карлсон, не двинулся в решительную атаку, и ничья. Но если честно, он, конечно, все-таки недоволен результатом. Едва ли удовлетворен результатом и Владимир Кравник, который всю партию давил на позицию Сергея Карякина. От Сергея требовалась исключительная точность для того, чтобы защитить эту партию. Да, реально нет угрозы, владеет С1. То есть это-то, наверное, выиграю, но после ферзи Ф8 я так издалека думал, ну что ферзи Ф8, у меня ферзь на Ф6 мощнейший, как-то что-то найдется, но я не нашел даже вообще возможность продолжить игру. В партии двух старших участников турнира, Василия Ванчука и Бориса Гельфанда, также был зафиксирован мир. Две ладьи черных, попавшие на вторую горизонталь, гарантировали повторение ходов. Два шахматиста, которые сыграли между собой больше всех партий. Гораздо реже встречаются между собой Свидлер и Араньян. И вот эта последняя оставшаяся партия и стала результативной. Позиция, конечно, очень противная. У белых достаточно серьезные угрозы. Но я пошел на эту идею, потому что мне показалось, что у белых должна быть легко выиграна. Но полностью не учел, что есть какие-то защитные идеи, связанные со слабостью моего короля. Таким образом, эта победа Ливона Араньяна вывела его в лидеры перед последним туром. Напомню, что у Ливона Араньяна 5 очков. И сразу 4 участника вправе надеяться на то, чтобы догнать или даже обогнать Араньяна. По 4,5 очка у Василия Иванчука, Сергея Каякина, Магнуса Карлсона и Яна Непомнящего, который играет сегодня с Ливоном Араньяном. Помню, что в случае, где лежал лучшие показатели у тех, кто имеет больше черных цветов. А именно у Сергея Каякина, Яна Непомнящего и Магнуса Карлсона. Трех молодых шахматистов, под диктовку которых во многом проходит этот турнир.